Всем привет! Без малого 15 лет назад началась история бюджетников, то есть машин зарубежных марок, которые доступны по цене для многих. И Hyundai со своим Solaris была пионером в этом классе. Этот автомобиль успел прожить два поколения. Сегодня мы вам расскажем о Hyundai Solaris второго поколения. Кстати, про первое поколение мы уже рассказывали подробно, поэтому, если кому интересно, обязательно поищите видео на нашем канале. В начале этого видео будут одни спойлеры про Hyundai Solaris второго поколения. Уже прошло 6 лет с момента выпуска первого Solaris второго поколения. И уже сейчас можно сказать, что машина удалась. С ней было изначально меньше проблем, чем у предшественника. И с годами это количество проблем не растет. Положительные отзывы сыплются от первых и вторых владельцев, как от частных лиц, так и от организаций. Итак, вот вам первый спойлер. Hyundai Solaris второго поколения без каких-либо дорогущих проблем проезжает более 400 тысяч километров. Обычно его водители жалуются на полное отсутствие шумоизоляции, но такова бюджетная сущность этой машины, которая обладает современной крутой мультимедией. А в дорогущей рестайлинговой комплектации обладает полностью светодиодными фарами, но не имеет никакого щита от посторонних шумов и шуршания собственных покрышек. Зато кузовной металл оказался удивительно стойким к коррозии. Да, лакокрасочное покрытие тонкое в современной манере и сбивается даже самыми крохотными камешками. Но сколы не ржавеют. И плюс еще – днище и вся его навеска, включая выхлопную систему, тоже не склонна ржаветь даже в условиях самых соленых зим. Единственное исключение – это панель крыши. Сколы на ее передней части непринужденно цветут и вызывают вспучивание краски. Есть жалобы по поводу того, что металл наружных кузовных панелей слишком тонкий, легко проминается пальцем и деформируется при контакте с какими-либо препятствиями. Модная фальш-радиаторная решетка с крупными ячейками для пропускания воздуха пропускает удары, а именно камешки и грязь, которые бомбардируют радиатор кондиционера. Кстати, замечено, что конфигурация перемычек в радиаторной решетке такова, что строя воды из автомойки может отрикошетить в генератор. Правда, генератор не обращает внимания на такой душ. Вернемся к радиаторам. Если их поверхность очень грязная, то моем. Если побитая, то меняем. Лампы накаливания у Solaris второго поколения считаются очень частыми расходниками. Владельцы даже не удивляются, что придется поменять одну из лампочек между заменами масла. А дорогущие галогеновые лампы, которые обещают увеличенный срок службы, проблемы не решают. В общем, советуем возить с собой запасные. Обычно после 5 лет эксплуатации изнашиваются ограничители дверей, пропадают фиксации в промежуточных положениях, а также появляются скрипы. Новые ограничители стоят по $20. На левой спице руля расположены кнопки управления мультимедией. Также здесь есть две качели, то есть два джойстика. Вот этот джойстик, который отвечает за регулировку громкости, ломается, перестает фиксироваться в нулевом положении, а при нажатии уровень громкости не меняется. Вот этот джойстик меняли на Solaris второго поколения по гарантии. Его сегодня можно купить за $30 и, если что, поменять его несложно. Кстати, количество кнопок на руле зависит от комплектации этого автомобиля. Многие владельцы дооснащали кнопками управления мультимедией и самой мультимедией, если ни этих кнопок, ни мультимедиа не было. И то же самое можно сказать про круиз-контроль и камеру заднего вида. Их можно добавить, используя оригинальные компоненты. Как и предшественник, Hyundai Solaris второго поколения предлагается с двигателями 1.4 и 1.6. Младший 1.4 – это совершенно новый двигатель семейства Kappa, но по характеристикам он очень схож со своим предшественником из семейства Gamma. Но этот двигатель сложнее. У него впускной коллектор с изменяемой длиной, а также есть фазовращатели. Их две штуки. Этот мотор привлекателен еще и наличием гидрокомпенсаторов в приводе клапанов, а также наличием масляных форсунок для орошения поршней. Этот мотор не страдает от жора масла. Его бесшумная цепь Morse легко пройдет 250 тысяч километров. Жалобы первых владельцев на этот двигатель были связаны с вибрациями на холостом ходу. И по этому поводу было две сервисных компании. Дилеры обновляли прошивку ВБУ. А вот что сильнее беспокоит владельцев этого второго поколения Solaris, так это ресурс нейтрализатора. Есть много противоречивой информации, что сотые керамические нейтрализаторы разрушаются рано, эта пыль попадает в цилиндры и приводит к газодирам. По этому поводу корейские инженеры даже придумали хитрую форму простенького выпускного коллектора, чтобы увеличить расстояние от ГБЦ до нейтрализатора. Однако на практике нейтрализатор разрушается из-за использования 92-го бензина низкого качества. Да, этот бензин можно использовать для мотора 1.4, но на практике 95-й бензин обеспечивает более долгий срок службы нейтрализатора. 1.6-литровый мотор – это модернизированные двигатели серии «Гамма-2» от предшественника. Тут два фазовращателя, изменяемая геометрия впускного коллектора, втулочно-роликовая цепь ГРМ и полное отсутствие гидрокомпенсаторов. На практике тепловые зазоры остаются в норме и при пробегах более 250 000 км. Цепь тоже долговечная. Вибрации этого мотора лечатся заменой свечей зажигания и катушек, если они поизносились из-за перепробежавших свечей. На самом деле единственное, что беспокоит – это нейтрализатор. Было немало случаев, когда он рассыпался при пробеге до 100 000 км, но до задиров не доходило. Нередко владельцы вырезали нейтрализатор по окончании гарантии. На его место устанавливали пламя-гаситель, что правильно. Также перепрошивали ЭБУ под менее строгие экологические нормы, то есть меньше евро 4 и также устанавливали обманку лямбда-зонда. Так что не удивляйтесь, если при покупке Solaris 2-го поколения на вторичке вы увидите следы вскрытия нейтрализатора. В паре с обоими двигателями Solaris устанавливали шестиступенчатую МКПП. Это трансмиссия живучая, но есть случаи, когда она может зашуметь и буквально затрещать при разгоне. В этом случае придётся заменить задний подшипник первичного вала. Стоит он 30 долларов. Рекомендуем менять масло каждые 80 000 км. В любом случае такое обслуживание будет дешевле, нежели замена подшипника с разбором коробки. Также следует следить за подтеканием масла по сальнику первичного вала. Это тоже не редкость. Двухпедальный Solaris 2-го поколения доступен не только с двигателем 1.6, но и с двигателем 1.4. В обоих случаях стоит автоматическая трансмиссия А6GF1. Это объективно очень надёжная трансмиссия. Даже в таксопарках ходит по 400 000 км. Главное, менять в ней АТФ каждые 50 000 км, использовать АТФ спецификации SP4. Фильтр в этой трансмиссии не меняется, потому что он становится доступным после разбора трансмиссии. Сливается через пробку в поддоне 4 литра, заливается столько же. Кстати, те, кто ещё не подписался на наш канал, обязательно подпишитесь и нажмите колокольчик. У нас просто кладезь технической информации на канале, найдёте всё, что вам нужно. А сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Помните, что в «АвтоСтронг-М» не только очень качественные БУ и новые запчасти. Также у нас есть подразделение «МотоСтронг-М». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, выбираем байки с минимальными пробегами и в отличном состоянии, если вам нужен байк хороший. Обязательно обращайтесь в «МотоСтронг-М». Ссылочки и подробности в описании. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Подвеска у Hyundai Solaris 2-го поколения надёжная и долговечная. Обычно основные узлы выходят из строя при пробеге в 150 тысяч километров. А сейчас пробежимся по мелочам, которые выходят из строя до 100 тысяч километров. Итак, поехали. Рулевые тяги и наконечники в оригинале по 35 долларов. Можно найти хороший заменитель, который стоит вдвое дешевле, а можно купить и за 10 долларов, если происхождение запчасти из Китая. Также стойка стабилизатора по оригиналу стоит менее 20 долларов. Заменители дешевле. Силентблоки передних рычагов, задний и передний, стоят по 7 долларов и по 20 долларов соответственно. Шаровая опора стоит менее 20 долларов, но выхаживает иногда и 200 тысяч километров. Передние ступичные подшипники стоят по 30 долларов, иногда начинали гудеть при пробеге в 120 тысяч километров. В задней подвеске всего два силентблока в точках крепления задней балки. Стоят всего лишь оригинал по 30 долларов, а выхаживают все 300 тысяч километров. Оригинальные амортизаторы на этом автомобиле выхаживают 300 тысяч километров. Если рассуждать о слабостях Solaris второго поколения, то объективно рассказывать не о чем. Эта машина не требует доработки напильником. Да, надо решить вопрос шумоизоляции – это распространенный тюнинг для этого автомобиля. А также надо решить вопрос с катализатором. В общем, эта машина не жрет масло, не ломается, не беспокоит по мелочам. Это очень хороший и надежный автомобиль. Напишите в комментариях, как у вас складываются отношения с этими машинами. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».